Друзья, здравствуйте! Сегодня ко мне в гости приехал Антон Андреев, советник богатых людей. Человек, который, наверное, во многом разбирается, и невзирая на его внешний вид, достаточно молодой и позитивный, мы поговорим о разных темах, которые, возможно, вас заинтересуют. Александр Григорьевич Свияш, писатель, психолог, помощник тоже богатых людей, к вам обращаются в том числе богатые люди, разные. Мы с вами уже, сколько получается, сутки беседуем на разные темы. И я думаю, что я доказал, что юный возраст – это не показатель, главное, что в голове. И мне кажется, что сейчас тенденция вообще пошла на таких более осознанных молодых людей, которые задают правильные себе вопросы. Для чего они родились? Зачем они в этот мир пришли? Чем они могут быть полезны? И мое мнение, что все мы приходим, чтобы улучшать качество жизни других людей каким-то либо способом. То есть кто-то это делает, например, неосознанно, потому что я считаю, что 90% профессий они так или иначе связаны с улучшением качества жизни других людей. То есть если мы даже возьмем полицию, дворники, доставщики, таксисты, они же по факту все помогают другим людям. Только не все это могут понять – психологи, астрологи. Ну, цивилизацию делают. Да, 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 потому что все мы, человеку нужен человек. Сейчас, к сожалению, многие люди закрываются после пандемии друг от друга, сидят по домам, многие приходят даже банально на кассу, с кассиршей не разговаривают, сами в наушниках, в очках, лишнюю фразу боятся сказать. Полностью закрыты от мира. На самом деле это все мы друг для друга очень нужны. Коммуникация очень важна. Без коммуникации нет смысла. Так, сегодня мы хотели поговорить на какую тему? Начнем, я думаю, с темы отношений. Как найти человека для души, для себя, чтобы быть счастливым. Как устроить личную жизнь. Как устроить личную жизнь в том числе. Ну, давайте. Вы как считаете, как привлечь к себе нужного человека для отношений? Ну, я же специализируюсь по теме, что мешает нам привлечь нужного человека надолго. Я как бы энтузиаст семейной жизни считаю. Я третий раз женат, каждый раз в любви. Вот. И, по моему наблюдению, любовь иногда у меня заканчивается лет через десять-пятнадцать общение. Иногда, так сказать, семейная жизнь при этом уцелевает. Иногда, как бы, второй партнер говорит, что все, на шее себя черпали. Скажите, давай, стройте по нам. Ну, то есть, влюбленность, это естественное чувство человека. Это порождено природой. Мне же нужно, чтобы человек это выживало, она живет все там, 75 лет примерно, в среднем, да? Вот. И возобновлялось. Для этого должны быть дети. Чтобы были дети, нужно как-то заставить мужчин и женщин заниматься сексом. Если бы это не было неприятно, то, скорее всего, никто бы этим не занимался. Потому что-то странное какое-то, а дети. А, правда, сделаю так, что это очень сладкое, очень приятное занятие. Любовь, страсть, секс. Вот. И притягиваются. Люди притягиваются. Это для них нормально. Они даже не задумываются в этом, почему я влюбляюсь, почему я хочу, значит, вот с этим человеком быть, почему я хочу завести от них ребенка. Вот. Но, в основном, как бы, поскольку люди не задумываются, зачем провести ребенка, завести ребенка, то детей заводятся обычно в первые 2-3 года брака, когда страсть выключает все наши рациональные компоненты. Я хочу ее, я хочу его. Мы находим в божественном состоянии, а дети получатся, но получится, получится, получится хорошо. Собственно, это все задумка природы, и мы в нем просто участвуем, как исполнители, на мой взгляд. Вот. Другое дело, что 70% браков разводятся, то есть люди по какой-то причине встречают не тех, не тех, с кем им нужно было, казалось бы, нужно жить. Вот я с этим больше 20 лет разбирался и более-менее понял, почему это происходит. Я сам в первом браке влюбился в женщину, и мы с ней прожили 20 лет, и мы, так сказать, все время выясняли отношения. Я все думал, почему же так происходит, почему же я люблю, а у нас все время какие-то разборки идут. Потом выяснилось, что уже в конце мы давно разошлись. Я понял, что я очень независимый человек, для меня очень важна независимость. Моя жена, как позже выяснилось, она постоянная душа в душе, работник спецслужб. Она поднялась в достаточно высоком должности, и она хотела, чтобы вокруг был порядок. Я был в этом порядке. Но я с моей точки зрения всегда был в порядке, но с ее точки зрения я выполнялся не так. У нас по этому поводу фастички, кто в доме хозяин. Я зарабатывал деньги, купил квартиру, купил машину, а она просто хотела командовать, и все. И вот мы из этого рогались и решили, что наш брак, он не имеет смысла в дальнейшем смысле существовать. То есть есть какая-то вещь, которая собирает вместе людей, которые потом будут определять какие-то свои претензии и требования к компоненту, не к компоненту, а к любимому человеку. И потом выяснится, что каждый из них имеет свою точку зрения на эту позицию. Жена моя, я понимаю, она посмотрела на маму, мама доминировала в семье, папа был, так сказать… На вторых ролях. Да, на вторых ролях. Он выпивал за это, но как бы не имеет значения, что этот брак был несчастливый, на мой взгляд, у тещи. Вот. Важно, чтобы мама доминировала, я тоже хочу доминировать. То есть люди несут ту модель, которую видели у родителей, считая ее единственное правило, и пытаются ее реализовать. В моей семье были совершенно… папа был доминантом, был он военный офицер, вот, и не жесткий доминант, а мягкий доминант. Ну, они никогда не ссорились, никогда не ругались, всегда, так сказать, жили достаточно мирно. Я думал, что это вот так должно быть. А моя жена думала, что она должна командовать. Пусть ее муж там собьется, но она об этом не думала, она просто, так сказать, иметь руководящую роль. Вот это нас, так сказать, со временем развел, потому что каждого были свои ожидания, они и сопали. Многие сейчас люди, я заметил, что становятся осознаннее к выбору партнера или партнерши, и очень часто, как в бизнесе, лучше заранее сесть и обо всем поговорить. То есть, кто за что отвечает. Я, условно, там, отвечаю за финансовый вопрос. Я отвечаю за воспитание детей. Так вот, я буду работать, например, шесть дней в неделю, один выходной. В один день в этот выходной я провожу с детьми, чтобы потом не было недопонимания между друг другом. Нужно на берегу все обсудить. Кто за что отвечает. Как будет выглядеть их досуг. Поедут ли они в совместный отпуск. То есть, расписать какие-то дальнейшие действия на будущее, чтобы потом не было сюрпризов. Потому что один вообще в отпуск, например, не хочет доехать, а жена себе намечтала, что она хочет в отпуск. А мужу это вообще не нужно. То есть, важно это тоже обсудить сразу на берегу. Один, например, хочет ребенка, а другой не хочет ребенка. Получается, один хочет, например, заниматься сексом, а другой хочет какой-то научной деятельностью заниматься. И вот он переходит через себя и нехотя это все делает, для того, чтобы принести пользу своему партнеру. А партнер это все чувствует, что это все нехотя происходит, и никто удовольствия из-за этого не получает. То есть, очень важно говорить. Посмотрите, у нас, к сожалению, еще вот со времен моих родителей, к сожалению, не принято было общаться с друг другом. То есть, каждый там что-то надумал, закрылся, обиделся и все. И там это как снежный ком постоянно растет. Очень важно, чтобы выстраивалась какая-то коммуникация и диалог на все темы абсолютно. То есть, почему даже вот я люблю на бизнес, да, проецировать отношения? Потому что это очень похоже все. То есть, когда два человека в бизнесе, да, они, например, совсем согласны. И бизнес, как правило, не развивается. Но как только у них появляются разногласия, но они при этом не ссорятся. То есть, каждый высказывает свою точку зрения и они приходят к общему знаменателю, когда бизнес, как правило, процветает. Соответственно, если мы берем отношения, то 100% самое главное в отношениях – это разговаривать. Не повышать друг на друга голос, не выяснять это сразу же, когда уже снежный ком там накапливается. А сразу же просто заблаговременно это все обсуждать. Вот. Это очень важно. Также хочу сказать, что каждый человек в нашу жизнь и вообще все люди, все события, они все не случайны. То есть, на самом деле, каждый человек на определенный отрезок жизни притягивает именно того человека, который ему нужен, чтобы он максимально стал лучше, максимально стал там сильнее, прокачал какие-то свои навыки. Часто вы, наверное, тоже вот замечали, да, что, например, там спокойная, добрая девушка притягивает, как правило, такого буйного там агрессора мужчину, да. На самом деле, ей этот мужчина дается, чтобы она сама немножечко стала более такой, чтобы она научилась выстраивать личные границы, потому что она там как постоянно совсем согласна, такая добренькая и все такое. Хорошо. Можно прерву? Да. Вы сказали, ей дается такой-то мужчина. А кто дает? Кто будет распределять вот этой спокойной девушке, дадим будет на мужчину? А как правило, ну, она сидит в ресторане и таких мужчины притягивает. То есть, на нее сразу же… Почему? А как она притягивает? Ну, это как страхи. Ну, то есть, вот человек, например, боится, да, укуса собаки. И обязательно, как правило, почему-то собаки именно на него налетают, потому что он этим страхом притягивает. Соответственно, также и отношения притягиваются на самом деле. То есть, она когда сидит в ресторане, она видит вокруг разных мужчин, почему она притягивает к себе вот агрессивного? Потому что ей это нужно на определенный отрезок жизни. Ну, она же сумасшедшая, она же ничего не хочет. А это делается неосознанно. А неосознанно какие механизмы, как говорится? Ну, вот что-то из бессознательного включается, что вот он мне нужен, а ему включается вот как раз-таки она нужна. И вот они притягиваются. Можно я дам пояснение про это бессознательное? Да. Я не верю ни в какое бессознательное, я кандидат технических наук. Я понимаю, что человек не так прост. Но внутри него есть механизмы, которые организуют эти все процессы. Действительно, девушка притягивает к себе и влюбляется в того, с кем ей жить будет плохо. С кем она будет воевать, бороться, потому что она как бы независимая, а он авторитарный. Он любит ее, но он хочет о ней заботиться, и поэтому он будет ее подавлять, чтобы с ней что-нибудь не случилось. Это ее мотив. Она будет считать, что он ее угнетает, что он контролирует листья в своей жизни, дает ей появиться как личность и так далее. Это типичная вещь. Дело в том, что мои исследования показали, что человек, он не просто существо, которое думает и размышляет. Вы правильно все сказали. Идеальная модель, когда на старте любимые садятся и договариваются. В жизни такого практически нет, к сожалению. Это, наверное, дело в будущем. Или каких-то единиц пока что. Вы, наверное, такой человек. И ваша жена, наверное, такая. Женщина чаще проткивает головой, что там чушь какую-то несет мужчина. А потом я ему покажу, как правильно жить. Вот. Ну, это мой опыт. Я же психолог. Психолог, он почти как милиционер. Вот сначала люди ругаются, это к психологу. А потом, когда они начинают бить себя в физиономе, это уже милиционер. Вы что, кстати? Вот. Значит, человек, он, на мой взгляд, произошел все-таки от животного, его произвели. Ну, это известно. Человек стал разумным. Вот эта лобная часть, это у нас нейронная сеть вверху. Она появилась всего 30 тысяч лет назад. А развелся человеческий род. А пятикантропы развивались там миллионы лет, говорят. Ну, я думаю, что меньше, но... Вот. А потом 30 тысяч лет назад во Франции нашли пещери людей, вот, существа, скелеты. И был высокий лоб. Вот. И они получили дальнейшее развитие, захватили сейчас... Ага. Мир захватили эти самые высоколобы, пещеры. Забыл. Сейчас вспомним. Вот. И мы дальше, сказать, живем. Но у нас не только, сказать, наша лобная часть функционирует. Это разумная часть. Вы сказали, все правильно от ума. А еще есть инстинктивная часть. Потому что мир у нас опасный. Сейчас вообще времена там непонятно, что будет происходить дальше. Экономический кризис и политический кризис. И, сказать, каких-то кризисов нет. Воины идут. Мир опасен. И чтобы выжить в этом мире, у любого животного существа есть инстинкты. У животных есть. И человек, тоже часть животного мира, они тоже остались эти. И вот эти самые инстинкты, они управляют нами до сих пор. Поскольку, так сказать, они нужны для выживания. Потому что ту модель, которую вы сказали, сядем, договоримся, это было принято в Европе. Это брачный договор. Мы прописывали все, чтобы не гуляться, деньги сильно не тратили, согласовывали. Но можно было все прописать. Но в Европе такой заповедник тихо и спокойно был в жизни, пока не приехали туда переселенцы из Азии. А сейчас вообще они стали похожи на обезьянское оружие и прочее. У нас есть инстинкты. И инстинкт выживания, по-моему, он нас защищает, отвечает от опасности. И он видит вокруг, кто представляет опасность. И указывает человеку на этого опасного человека, чтобы он держался от него подальше. Но, к сожалению, нам не объяснили, как считываете сигналы, мы не знаем, как считываете. Поэтому мы думаем, что люди все хорошие. Они улыбаются, они деньгами, они целуют ручки, говорят приятные слова. И мы на это реагируем, а на внутренний смысл не реагируем. Хотя организм наш умеет считывать, и наш центр безопасности, он как раз указывает на наших недругов. И мы влюбляемся в тех, кого указывает на наши глаза, на мозг, он указывает на наших недругов. Мы влюбляемся в них, а потом выясняется, что зря влюбился, это не тот человек. Собственно, все так живут, я тоже так живу. Когда я влюбился в свою жену, были хорошие, нормальные, спокойные девочки, с которыми вы уже счастливы. Я влюбился в ту, с которой мы 20 лет потом бодались насмерть. Почему? Потому что она была для меня очень качественным врагом. У нас механизм управления, словно говоря, инстинкт переживания указал на нее, я в нее влюбился. А инстинкт продолжения рода он включил на очковую влюбляцию. Вот смотри, симпатичный девушка, я влюбился в нее, а потом мы 20 лет бодались. У всех почти так происходит у всех, у кого достаточно сильное инстинктивное начало. Я родился в небольшом городе, там переезжал много, школу меня, то есть я жил не очень надежной жизнью, скажем так. Видимо, инстинктивность у меня была высокая, ну, по молодости. Ну, вот влюбился в такую девушку. И потом, пока мы не разошлись, мы все время выясняли, кто угодный хозяин. Там у нас еще больше было, нежели кто независимый, кто доминант в семье, кто главный. Там еще были другие, расскажем по другим позициям. То есть, наш инстинкт выживания показывает нам врагов потенциальных, с кем мы будем бодаться. А других с ним закрывает, не показывает. И в итоге мы просто не видим обращения этих людей, а видим только тех, которые наши потенциальные враги. И мы в них влюбляемся. Соответственно, для того, чтобы, значит, влюбиться в нормального человека, нужно снять осуждение врагов, снять неприятие врагов и их форму поведения. У нас на тренинге была женщина, пишет Александр Григорьевич, я, значит, вот женщина уже там под 40 лет, хочу семью построить, но притягивает меня обращать не мои мужчины, но слабые мужчины. А там мне нормального, так сказать, мужчины найти. Я отвечаю, что... Она сама сильная. С мужской энергией. Я ей отвечаю. Вы, видимо, сильный человек, лидер. Поэтому от лидеров себя притягивают слабые, потому что она их презирает, смотрит на них, так сказать, сверху вниз, и, значит, они как враги. Поэтому они, как не тянут, ей показывают, значит, инстинкт выживания на этих людей. Что нужно сделать? Ну, в этом антренинге проходим. А, что нужно простить этих людей, позволить им жить, снять с них осуждение, то есть сказать свой волюбительный мозг, сказать свой инстинкт выживание, что я позволяю людям этим жить, я снимаю осуждения, я принимаю их, я им сочувствую, ну, как бы я исключаю из списка врагов. Вот. Я это объяснил. Она через две недели получает письмо, Александр Григорьевич, я поработал с прощением слабых мужчин, и они исчезли, они перестали обращать к ней внимание. Ну, говорит, на меня навалилось новая напасть. Ко мне пристает теперь озабоченный мужчина, который хотят переживить и знакомство затащить меня в постель. Ну, я же взрослый человек, но я не против постели, но пусть хоть в кино свой, сначала там в кафе, куда-нибудь там цветы подарят, потом в постель они. А эти, говорит, как сумасшедшие сразу, как будто девчонка какая-то, 18-летняя. Она дальше пошла прорабатывать, теперь озабоченная. Что с этим делать, да, она говорит, что с этим делать? Я пишу ей, ну, вот столько же сейчас разогнали слабых, с чем озабоченная эта? Как же я не догадался? И потом через недели две еще получаю письмо от своего отчества, только стал работать с озабоченным, они исчезли, я перестал их осуждать. И появился тот, о ком я мечтал. Он весь трепещет, ты приведи меня, цветы дарит, значит, кафе водили, в ресторанах ходили, кино ходили. Чувствую, надо его подтолкнуть дальше, а то он очень робкий, трепещет там. То есть вот у человека стояли, вокруг этой женщины стояли два ряда тех, на кого указывал ее институт выживание. То есть слабые, она не директорная, не лидер, она бухгалтер всего лишь, у них два бухгалтера в бухгалтере. Вот. Но она просто вот смотрела, так сказать, критично на слабых и на озабоченных. Соответственно, они на нее нападали, получается, скажем. На самом деле не нападали, а она просто выбирала и бессознательно на закружающих мужчин. И, значит, консервировала внимание. Говорю, это тебе не подходит, это тебе не подходит. Но хорошо, это она такая, так сказать, была на тренинге у меня и знала этот механизм. И даже не знала, может, она просто, значит, подозревала, что это так и написала в ней и ей ответила. Мы все живем в этой ситуации, мы видим вокруг тех, кто будет нам доставлять неприятности. Да. И будем в них влюбляться. Только самые рациональные, не инстинктивные, ну, похоже, это вы. Значит, те, которые не живут под влиянием импульса, ну, если проявляют через эмоцию. Вот. Не эмоциональные они сильно, но не часто эмоциональные. Если эмоциональные, то поработать с прощением, уберут оставшийся заряд негатива. И тогда у них не будет врагов вокруг, и тогда, соответственно, у них будет возможность влюбиться хорошего человека. Да. Самая высшая по иерархии – это как раз-таки безусловная любовь. И там уже люди не притягивают личностями, субличностями. Они просто принимают друг друга такими, какие они есть, и любят. Они уже не играют никакие модели, да. Вот. То есть, самое, конечно, наивысшее – это безусловная любовь. Любовь без условий. И я думаю, любовь безусловия – вещь хорошая, но не очень сладкая. Потому что когда ты влюбляешься во врага, то там нужно тебя очень сильно парализовать, чтобы ты, так сказать, от врага произвел детей. Вот. Поэтому там сильно бросаются гормоны в кровь и, так сказать, погружаешься полностью, так сказать, в страсть. И живешь 2-3 года совершенно, так сказать, ни о чем не думая. Ну, там по работе думаешь, а вот по личной жизни там полная парализация способностей рациональной мыслить происходит. Ну, вот. А для этого природа, собственно, и сделала такой механизм, чтобы люди размножались. Вот. Еще сейчас, к сожалению, очень сильный перекос идет. Женщины становятся такие с мужской энергией, а мужчины – с женской. Из-за того, что была война, да, 41-45 год, наступил такой очень сильный перекос. И многие женщины стали, скажем так, играть мужчин и занимать высокие должности, а мужчины наоборот. То есть, потому что многих мальчиков воспитывали бабушки. Женская модель. Да, женская модель. И сейчас, к сожалению, тоже вот война, и сейчас опять будет сильный перекос. То есть, женщины будут рулить. Поэтому у меня рекомендация для мужчин, чтобы мужчины оставались мужчинами. Были добытчиками, не забывали свою природу. Ну да, природа – это инстинктивная природа. Потому что в природе живая женщина за мужчиной. Да, 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 за мужчиной. Муж доминирует, как бы она защищается. Но это раньше было бы условно физиологически. Потому что женщина была все время беременна, все время рожала детей. Потому что не было средств контрацепции. А сейчас женщины зарабатывают деньги такие, которые позволяют им содержать семью, несколько детей. Не напрягаясь особо. Ну, напрягают. Господи. Вот. Но тем не менее, женщина может дать только женскую модель поведения. И, значит, ребенок вырастает, он такой, когда запрограммирован уже на женские реакции. Потом ему трудно всплыть в этом жестком мере, там, где мужчина минирует. Да. Поэтому тоже рекомендация начинать с проработки рода. Выстраивание правильных моделей поведения. То есть у нас же все идет из детства, из семьи. Да. И это часто происходит неосознанно. То есть там многие там выдвигают свои претензии родителям, что их якобы как-то не так воспитали. Но они просто по-другому, к сожалению, не умели. То есть их воспитывали вот так, и это вот как накручивалось, накручивалось. И вот нужно как бы человеку выйти из этого и пойти в развитие. Вот. И как только человек начинает улучшать себя, у него и все вокруг начинает меняться. Он и других людей притягивает, другие события притягивает. И вообще жизнь у него становится намного качественнее и счастливее. Вот. Так что я думаю, что мы можем закончить эту тему у нас. Ну да, тебе последний рекомендуются. Вот. Я рассказал механизм притяжения не того. Что делать с этим? Как? Если вы вышли уже замуж, если вы любите кого-то, отживайте вместе, но выяснилось, что есть разные позиции. Что делать? Разводиться, искать другого. Поскольку не знаешь, как убирать из себя сверхважные ожидания, которые будут разрушать тот. Нужно из себя вытащить сверхважные ожидания. Нужно вытащить, узнать за что, что для тебя очень важно. Там для женщин важна верность мужская. Зачем она ей нужна? Ну, так сказать, общая религия это задает. Это было очень важно для богатых людей, потому что отец передал свои гены жене. И где ребенок был такими же генами, лидерскими. А если жена гуляет и пошла с хоником, который ей понравился, переспала и забеременела, а родился ребенок у богатого человека, то у него будут гены слабые. И скорее всего этот род погибнет, потому что он не сможет его защитить. Богатые очень боялись, чтобы ребенок не был слабым от низкоранговых особей. Они очень старательно берегли вот эту самую женскую честь. Девичество очень важно было. Но, поскольку это важно для богатых, но бедные тоже взяли эту самую причину и тоже стали очень четко заботиться об этом. Поэтому появилась идея верности и необходимости для всех. Хотя она нужна только для людей, которым важно защитить свои какие-то достижения большие. Материальные, политические. А, собственно, эта идея для всех важна. И раз женщина будет осуждать тех, которые будут гулять, соответственно, она выберет себе обязательно того, который будет гулять. Который будет гулять, конечно. И потом конфликт, ревность и прочее. Значит, нужно вытащить из себя сверхважные ожидания и дать себе команду, что мне пофигу вот эта самая задача. Длинный поводок – самый лучший. Когда жена боится, что муж начнет гулять, она начнет за ним следить, начнет, так сказать, его доставать, соответственно, отношения разрушатся. Ему будет противно-то ревности, чтобы доказать, что он вообще имеет право на что-то. Он пойдет, так сказать, начнет гулять только для того, чтобы, так сказать, доказать, что я имею право на свою позицию. Потом, чем больше вы позволяете своему мужчине, тем, но при этом, конечно, вы должны ему давать все, что он хочет, там, в сексуальной плане. А то тем меньше у него будет оснований куда-то уходить, изменять ему и так далее. Выяснить, что для вас важно. Если важна независимость, то вы сразу должны об этом либо объявить, либо поработать с тем, что я позываю моего любимого, заботиться обо мне любым приятным ему способом, удобным ему способом. И не смотреть, что это неправильно у меня. Я знаю, как он должен за мной ухажеть. Я знаю, как он должен говорить. Не должен. Никто никому ничего не должен. И ваша задача отреагировать на то, что ты, скажите, полюбил, на то, что ты выбрал за то, что стал отцом, например, твоих детей. Есть у него какие-то тараканы на голове? Ну и что? Он имеет право на свою позицию. Если эта позиция, если он вас бьет физически, у него там удовольствие доставляет в основном, то тогда, конечно, дискомфортно нужно защищаться. А если он что-то говорит или ездит на рыбау, или что-то еще делает, но при этом хороший муж, внимательно любит детей, то нужно поработать над собой, убрать у себя эти ожидания избыточно важные. У меня есть книга, называется «Улыбнись, пока не поздно». Она на сайте Свия Шура висит бесплатно. Свия Шура. Там написаны 16 самых популярных идеализаций. Вот то, из-за чего люди борются, из-за чего они конфликтуют, из-за чего они ругаются. Вы работаете, убираете, выявляете свою идеализацию, смотрите, какая вам подходит. Говорите, что я позволяю быть в жизни разной, я позволяю быть разными, я не беру все эти, какими и должны быть. И тогда отношения выравниваются, и вам нет оснований конфликтовать, ругаться и считать, что вы не того выбрали. Не того выбрали, просто у вас были свои какие-то тараканы, нужно их у себя в голове выбрать. Не мужа пытаться переделать. Все верно. Работать над собой. Да, у себя убрать вот эти ожидания и так далее, соответственно, окажется все хорошо и вполне благополучно. Бывает разное. У меня была женщина, которая пришла на консультацию с вопросом, когда это закончится. У нее муж предприниматель, детей любит, двое детей, квартира, машина, все есть. Но он загульный. Вот он характер, а не такой. Если он выпит рюмочку две, его понесло. Что-то внутри него там какой-то, значит, механизм включается. И он начинает, едет в ресторан, значит, берет своих друзей, там друзья потом долго, ну сколько-нибудь, часа три посидели, а он загульный ему нужно. Он там с ресторана набегает куча людей, которые мужской нужны. Потом они идут в баню. В банях они там девочек призывают. Еще дня три-четыре она гуляет. Потом приходит в себя уже, организм в нее больше не может выпивать. Он приходит домой, звонит, говорит, становится на колени. Дорогая, прости, я загулял. Прости, ты хочешь вот приезжай на работу, забирай меня с работы, чтобы я никуда не в эту сторону не отходил. Тогда будет нормально. А так вот меня опять понесло. Где-то раз в год у него будет загул такой. Вот. Ну, хорошо сказать, я послушаю жизнь, говорю, слушайте, а вы с ним спите вообще, скажите, вы с жена? Да, говорит, сплю. А как вы спите, если на бане ездил там три-три дня тусовался? А я его в КВД посылаю за справку, что здоров. Жена допускает мужик к себе через справку от КВД. Ну, вот такие бывают странные жизни. Говорит, ну, хороший, я его люблю, все нормально. Вот, загульное все. Вот специфика и что сделать? Вот, соответственно, нужно себе сказать, что я позволяю мужу гулять, сказать, соответственно, я предохраняюсь только через диспансер, значит. Ну, вот влюбилась в такого, что поделаешь? Можно, конечно, с ним бороться, драться, заставлять его, сказать, там, унижать, там, пытаться виноватым сделать. Ну, от этого вся жизнь кончится хорошая. И детям плохо, и вам плохо. Вот. Поэтому нужно быть готовым. Жизненно очень разнообразно. И лучше всего работать над собой, убрать от себя то, за что вы будете бороться. Но если нечего бороться, значит, оснований для борьбы не будет. Да. Поэтому подытожим, чтобы все работали над собой и не винили никого вокруг. Ну, да. Вот этот ваш вариант мне очень понравился, когда вы сказали, сели все, прописали. Ну, я в жизни не видел ни одного человека, который бы так делал или который бы потом выполнил то, что вы говорили. Ну, я надеюсь, нас посмотрят зрители и они возьмут эту ролевую модель и потом напишут комментарий, что мы так и сделали, живем счастливо. Ну, да. Хорошо, да. Ну, может, они даже не думали, что такое возможно. А кажется, возможно. Это называется брачный договор на Западе. Давно прописанная модель. Они все-таки рациональные люди, они мини-иссегтивные. Да, обо всем просто всегда разговаривать. В этом ничего нет. Ну, это как вариант, да. Можно так. Я к вам, когда в гости приехал, первым делом что спросил? Расскажите мне правила вашего храма. Ну, я максимально гуманный, поэтому у меня особо право никаких требований нет. Спасибо, друзья. До следующей встречи. Всего доброго.